дорогие мини пиплы всем привет меня зовут сергей я из минска и я хочу рассказать вам про свой мини-купер родстер s который я хочу продать машина 2020 года выпуска и пробег в ней как вы уже видели в объявлении совершенно верно двадцать семь тысяч двести шестьдесят километров что очень и очень немного и я готов на любые ваши проверки на все что хотите в официальном дилере или же в клубном сервисе мини гараж минске беларуси чтобы это проверить я третий владелец владею мини с 2018 года с июля приобрел его в дилерском центре автоидея дилер мини бмв у них стояла на площадке трейд-ин первым владельцем как мне рассказали по секрету был футболист который приобрел машину в москве она то что у него была ну как и у всех владельцев этой машины принципе не первая не вторая может может быть даже третья и четвертая в гараже он ездил очень мало сделал пару тенячек очень клёвых этой тачке которых расскажу и собственно продал ее ей то есть купили в минск и она уже была у одного из сыновей владельца сети медицинских центров который потом поменял ее на новый автомобиль бмв трейдин и там я как бы и увидел влюбился и приобрел приобрел ее с пробегом 9 600 если правильно помню сейчас 27 200 все остальные большинство пробега сделаны именно мной все кузовные элементы в родной краски была при мне всего лишь одна абразивная полировка только капота потому что в комплекте шел чехол и я в одной из зимовок в первую зимовку по своей глупости оставил машину на паркинге окрытом но проветриваем то есть продуваем и чехол двигался немножко по кузову я стоял то что внутри он такой мягкий фетровый типа появилась легкая матоваясь на капоте но этим летом я отвез его в new style такая студия в минске дитейлинга слегка абразивом отполировали капот и все это исчезло теперь все снова супер еще о чем хорошим рассказать значит машина в комплектации не самой топовой но в достойной вполне здесь у нас кожаный салон все центральные вставочки части из натуральной кожи нас навигация музыка harman kardon плюс как я и говорил наш инкогнитофутболист спасибо ему большое установил вот такой сабвуфер precision power и в багажнике установлен еще дополнительный усилитель который его запитывает по опциям у нас датчик света датчик дождя задний парктроник мультимедиа gps навигация bluetooth аукс лепестки переключения передач что еще такого интересного на бексинон омыватель фар подогрева сидений ну и в целом наверное все самое приятное необходимое есть естественно все работает и ни одной неисправности в машине нету в таком пробеге давайте откроем багажник начнем с простого активный спойлер выдвигается на скорости 80 километров в час открываем багажник на холоде начну уже про косяки потихоньше сказать на холоде туговатенько открываются поднимают как багажник стоечки можно в принципе задуматься на замене хотя летом никаких проблем нету поскольку использую летом и я только это на данный момент 6 машина в гараже не говорите родителям так вот в багажнике у нас стоит усилок я машину слишком как-то ну то есть никак не готова продажи потому что я уже поставил на зимовку но решил попробовать ее продать если найдется человек которому она понравится который понравится мне кстати немаловажно что я домой только в хорошие руки из комплект родной то я готов буду с ним расстаться что приобрести естественно другой мини из мини семьи уже пути назад нету так так вот до кузов был покрыт кроме того не керамиками что-то вроде типа анти дождя но выглядит на самом деле очень хорошо фары в этом же сезоне были покрыты антигравийной пленкой есть пару сколов малюсеньких примерно спичечную головку на капоте и на хромированных детальках которые спереди установлены то есть накантовочки фар и на вот этом вот усике есть парочка сколов также этим летом я заезжал на паркинг немножко быстровато и чуть-чуть чуркнул передним бампером и вот выщукнулась деталька надо заехать будет к ребятам и поправить может быть к моменту покупки уже все будет сделано я скорее всего поставлю обратно ее на склад и пока не буду даже трогать что соли зимы машина не видела не хочется мне это менять покажу внутри все проемы дверей как я говорил ничего не окрашивалась никогда толщиномер любые проверки приветствуются но не в левых гаражах а только либо в официалов либо в клубном сервисе в минске крыша поднимается вручную эта кнопка и и разблокирует и принципе достаточно легко она ставится так на место и защелкивается изнутри легким движением руки ну конечно при любой возможности надо делать вот так так еще что по технической части в прошлом наверное году может быть может в этом не помню я меня передние колодки первые текстар что-то такое из хорошего поставил из недостатков кто-то из-за прекрасных дам позировал машине и сделал вот такую вот вмятинку небольшую на пороге салоне я по своей глупости запихивал очки дефлектор и сломал одну ламельку в нем но в принципе наверное больше проблем с салоном никаких и нету в ключе просится заменить аккумулятор один из ключей ключа 2 комплекте отдаю и это аккумулятор у меня уже куплен также я думаю что моменту покупки для нового покупателя она уже будет заменена а сейчас даже не просят видно подзарядился нормально так как я говорил конечно же все у нас работает навигация мультимедиа и все остальные плюшки климат-контроль подогрева все остальное также работает все функционирует как положено можно завести установлена система акропович катбэк от катализатора и дальше плюс дополнительно мне этого показалось слишком мало звук был приятный но я хотел немножко больше поэтому удалил резонатор там стоит теперь только катализатора прямая труба к задней банке и звук стал очень приятный вот такие холостые он не раздражает на низких оборотах он на не гулки по трассе это вообще не чувствуется но под нагрузкой звук крутой бордюрка на колесах на всех трех одну я поставил остальные так ко мне и пришли давайте откроем капот и я покажу под капотку это раз самое некрасивое место в машине потому что никогда при мне по крайней мере опять таки не мыл я двигатель проехал я на машине сколько было 9 стала 27 в общем ни разу не мыл мотор я предпочитаю что все-таки течи все были видны поэтому никак не готова продажа все пыльное я сломал по своей глупости в эту вот защелочку на аккумуляторе патроновый кей говорил заменен воздушный фильтр замены свечи все в этом сезоне и замена одна катушка зажигания потому что я ехал и мотова не на мотор начал троить поехал мини гараж и приговорили там и катушку зажигания и до кучи поменяли свечи чтобы это уже не повторялось также менялся то что еще воздушный фильтр салонный фильтр ну конечно же масло менялась намного чаще чем положено по регламенту заливалась либо равенол в ст либо divino мы конечно все средстве с допусками и только полностью синтетическое только хорошее масло как я и говорил не самое красивое место но зато будет видно при необходимости любые течи которые славу богу сейчас отсутствуют полностью фары конечно же одинаковые родные лобовое все стекла родные об этом не стоит упоминать в целом все ребят если есть какие то вопросы по вашей ли я буду очень рад ответить вам этот номер приезд во всех мессенджерах ватсап вайбер кому что удобно пожалуйста звоните все расскажу с удовольствием покажу еще дополнительно видео сниму если кому-то нужно буду рад общению и буду рад дать по свою машинку в хорошие любящие руки всем удачи пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok